Девушки отдыхают И прилив размывает рисунок Вот такое случается рано или поздно В этом-то и красота В быстротечности Вот оно есть и вот его нет Свободное публичное искусство Это же здорово, разве нет? Эфемерность искусства, как эфемерность бытия Ой, что это я, простите, замечтался Сегодня Инди путешествует по всему миру И на каких только пляжах не рисует Вы, конечно, спросите, с чего все это началось Пускай Инди сам ответит, у него лучше получится Дайте только вам скажу кое-что, после чего Вы будете любить этого парня еще больше Инди, вообще-то, плотник Ну все, слушайте Несколько лет назад В Новой Зеландии, там живет мой брат Мы с ним делали небольшую яхту С выдвижным килем И вот мы стали рисовать разные варианты киля на песке А потом пошли выглядеть собаку на пляж Вдруг увидели эти свои эскизы И подумали, о, смотрите-ка Выглядит симпатично И стали рисовать на песке узоры еще больше С этого, в общем, и началось Для Инди то, что он делает, это одновременно и медитация И возможность побыть на свежем воздухе И способ держать себя в форме Но, боже, как же аккуратно он это все делает Ой, я бы точно наступила куда-нибудь не туда И все бы испортила Это же все из его головы Очень творчески, не правда ли? Этого господин еще не видели его другую придумку В туннеле, построенном во время войны немцами Для хранения боеприпасов, Энди Коттенш придумал снимать световые композиции Делается это так Он выставляет на фотоаппарате длинную выдержку И начинает в кадре вращать огни Самое удивительное, что до конца не знаешь, что у тебя в итоге получится Но получается, надо признать, здорово Я этим занялся случайно Просто вечером темно И я уже не могу рисовать на пляже Меня очень сильно это затянуло Должен признаться, что когда видишь, как получилось, сразу думаешь Так, я это тщательно испланирую и в следующий раз делаю еще лучше Вскоре Энди начал снимать эти световые композиции на длинной выдержке Не только в туннеле, но и на любимых им пляжах При этом Энди продолжает рисовать на песке А как же, прадедушкины грабли нельзя оставлять без дела Вот на эту работу Энди потратил два часа Часто на одну песчаную композицию уходит еще больше времени Так, надо поскорее сфотографировать, пока море и ветер снова не унесли все с собой Я люблю рисовать на песке, потому что этим можно заниматься в разных частях острова Там, где тихо и рядом никого нет Уединение – одна из тех вещей, которыми ты можешь наслаждаться в Джерси Это не те пляжи, на которых отдыхающих столько, что негде яблоко упасть Здесь много спокойных мест, и это здорово Посмотрите, какую красоту рождает уединение с граблями А кто бы мог подумать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова